Это убийство в украинском городе Днепропетровске вначале посчитали результатом обычной пьяной драки. Страшные события Второй мировой войны ожесточили людей. Конфликты с поножовщиной не были редкостью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шла набрать горячей воды. Дом имел паровое отопление, и в водопроводе текла только холодная вода. Гребенюк за копеечку разрешал набрать горячую воду. Даже разрешал помыться на месте. В кочегарке за ширмой была душевая. Грузчик овощного магазина рассказал, что заглядывал кочегару по нескольку раз на день. Курили обсуждали новости. В это утро, 21 ноября, все было как всегда. Загрузил товар и отправился к другу. Очень удивился, что дверь в котельную открыта и не идет, как это бывает обычно, пар от котла. Действительно, котел оказался холодным. Значит, утром кочегар был уже мертв. Трупные пятна свидетельствовали. Смерть наступила 12-14 часов назад. То есть вечером прошлого дня. По ране определили удар, колющий режущим предметом в грудную клетку. Скорее всего, нож. Но орудия убийства рядом с трупом не нашли. Зато нашли на полу кровавые следы мужской обуви двух разных размеров. Одни точно принадлежали приятелю-грузчику. Грузчик объяснил, когда увидел мертвого друга, заметался, мог вступить в кровь. Под ноги не смотрел. Но вот кому принадлежали другие следы? В углу котельной обратили внимание на стол с наждаком. Оказалось, истопник зарабатывал еще и заточкой ножей, ножниц и бритв. Заказы выполнял не сразу, поэтому оборачивал их бумагой, на которой писал фамилию заказчика. Детективы сразу увидели, одна подписанная бумага лежит без ножа. На ней значилась фамилия Баранчук. Конечно, это могло быть случайностью. Но, возможно, Гребенюка убили именно этим пропавшим ножом. Еще одна находка дала версию, что это необычное бытовое преступление. В стене криминалист обнаружил нишу. Кирпичная пыль на полу говорила о том, что, возможно, этот тайник недавно открывали. Если так, то вырисовывался мотив убийства – грабеж. Жительница дома мало что знала об убитом истопнике. Жил одиноко, ни с кем не дружил, но и не враждовал. Летом, когда нет работы в котельной, почти не выходил из своей квартиры, в этом же доме. Мало что могла добавить местная дворничиха. Она причитала о проклятии над домом и нечистой силе, которая являлась ей в виде мужчины со шрамом на лице. Говорила, что прислан он духом убитого большевиками хозяина дома – купца Ивана Яновского. Сыщик пытался понять, какое имеет отношение купец, расстрелянный в 1919 году, к убийству Кочегара. Полусумасшедшая дворничиха ответила, что мертвый Яновский недоволен тем, что в его личном доме поставили простенки и без его ведома поселили множество людей. Массовое переселение жителей сел в города после революции и войн привело к настоящему квартирному кризису. Уплотнение – страшное слово, которого боялись все горожане. Вопрос, кто сколько комнат должен занимать, решал домовой комитет. Нормы квадратных метров на одного человека сокращались. Между комнатами возводились стены, но удовлетворить всех желающих заселиться все равно не могли. После революции 1917 года люди даже платили за квартиры. Учет жильцов не велся, а денежная система прекратила свое существование. Ситуация приводила к полному беззаконию. Подселения стали хаотичными. Особо наглые жильцы учиняли самосуд, выселяли неугодных. Некогда респектабельные дома давно превратились в курятники с плохой планировкой квартир. Дворничиха несла бред про сына купца Мишу Яновского, про то, как он упал с велосипеда и поранил лицо. Избавиться от ненормальной старухи помогло появление во дворе молодой жительницы дома Ларисы. Соседка вспомнила, что вчера девушка повздорила с убитым. Выбежала из котельной с пустыми ведрами и кричала, что пожалуются на него своему сожителю. А сожители знали только то, что зовут его Валерий, и недавно он вышел из тюрьмы. Фамилия Ларисы – Баранчук. Именно эту фамилию видели на бумажке, в которой не оказалось ножа. А что, если ухажер с криминальными привычками и убил кочегара? Лариса встретила сыщика враждебно. Где сейчас ее сожитель говорить отказалась? Конфликт со стопняком не отрицала. Рассказала подробности. Он разрешил ей помыться в душевой. Когда она раздевалась, стал подглядывать. Девушка наорала на гребенюка и выбежала из котельной, забыв забрать нож, который отдавала кочегару на заточку. Дома пожаловалась сожителю. Тот посмеялся, но обещал разобраться с обидчиком. Заодно и нож забрать. Ушел и больше не возвращался. Криминалисты были уверены – девушка считает убийцей своего парня, поэтому настояла на том, чтобы она назвала его домашний адрес. Убийство и стопняка Павла Гребенюка на его рабочем месте. Орудие убийства не найдено. Это, предположительно, нож, отданный молодой соседкой на заточку. Подозрение падает на ее сожителя Валерия, который ходил к истопняку заступиться за девушку. Валерия застали спящим. С перепоя он не сразу понял, что от него хотят. В кармане брюк обнаружили нож, который пропал из котельной. На обуви следы засохшей крови. Экспертиза показала – его следы на полу в котельной. И кровь на подошве совпадает с группой крови убитого. Но вот на ноже даже маленькой частицы крови не обнаружили. По поднятым документам следователь уже знал, что Валерий Меньков отсидел срок за разбойное нападение с применением холодного оружия. Но уголовник клялся, что никого не убивал. Зашел в котельную, чтобы дать истопняку по морде. Но обнаружил труп. Понял, что поднимать крик – себе навредить. Никто не поверит, что он невиновен. Поэтому забрал нож и убежал. К девушке решил не возвращаться. Отправился к себе домой и там напился. Оправдания Валерия звучали неубедительно. Его задержали как подозреваемого. Но заключения судмедэксперта подтверждали слова Валерия. Края ножевой раны не совпадали с формой лезвия изъятого ножа. Истопняка убили другим ножом. Да и мотив убийства выглядел слабовато. За что убивать? За то, что бросил взгляд на девушку? Оставалась, правда, загадка тайника в кирпичной кладке. Но сколько ни искали кирпичной пыли на одежде Валерия, найти ничего не смогли. Неожиданно сыщикам позвонил Яков Шварц, известный в Днепропетровске антиквар. Антиквар выложил перед сыщикам пять дореволюционных золотых монет. Сомнение у Шварца вызвало два факта. Первый – никто не сдает золото в таком количестве. И второй – царские червонцы не могли принадлежать человеку, который их принес. По виду он оборванец. Хитрый антиквар разговаривал посетителя, и тот сказал, что у него есть еще. Согласно закону, Шварц, рассчитываясь с клиентом, потребовал паспорт и переписал данные. Монеты сдал Чередниченко В.П. Это была фамилия грузчика. Его нашли на рабочем месте. Грузчик не отрицал, что продал золотые монеты, получил их в наследство от деда, героя Первой мировой войны, а сдал в скупку, потому что деньги понадобились другу на похороны. Звучало неубедительно, поэтому в квартире грузчика провели обыск. В тайнике под полом нашли 17 золотых монет. Целое состояние. А на кухне обнаружили нож, у которого в месте примыкания лезвия к рукоятке были частицы засохшей крови. По группе Ирезусу она совпадала с кровью убитого. Вырисовывалась картина преступления. Выпив лишнего, истопник показал своему приятелю тайник с золотыми монетами. Грузчик убил, завладел кладом, а утром разыграл сцену обнаружения мертвого тела. Но грузчик кричал, что ничего ему друг не показывал. На преступление его толкнул другой человек. Убит истопник Павел Гребенюк. Во время осмотра котельной обнаружен пустой тайник в кирпичной кладке. Вскоре следствие получило информацию о сданных в скупку золотых монетах. Это сделал приятель убитого грузчик овощного магазина. Он признается в убийстве, но говорит, что подбил его на преступление странный незнакомец. Грузчик рассказал, что две недели назад встретил в кочегарке человека, которого никогда раньше не видел. Тот представился Федором, попросился помыться в душевой и расплатился пятью рублями. Хотя за такое и рубля бы хватило. Друзья сразу поняли, что Федор не местный, а человек непростой. Угостил выпивкой. Говорил, что работает геодезистом и следует старые дома. Пошутил про клады, посмеялись. Истопник сказал, что ему богатство ни к чему, и так живет неплохо. Грузчик возразил, он бы такого не упустил. Купил бы дом у моря, женился. Поговорили и забыли. Но скоро Федор снова объявился. Рассказал грузчику, что в котельной должен быть клад. Предложил усыпить истопника и поискать золотые монеты. В случае удачи обещал треть от найденного. Так и сделали. Пока истопник спал под действием подсыпанного в водку снотворного, Федор безошибочно нашел нишу и достал оттуда 70 монет. Отдал грузчику 20, но тот потребовал еще 3, чтобы была по-честному его доля. Федор отдал еще 3 монеты и ушел. Грузчик побежал с добычей домой. Когда стал прятать, не досчитался одной монеты. По сравнению с огромным богатством – ерунда. Но ее мог найти кочегар, когда проснется. Надо было возвращаться в котельную. Кочегар уже не спал. Сидел за столом и рассматривал ту самую оброненную монету. Но сопоставил разговоры и события и сообразил, что его обвели вокруг пальца. Нашли и разделили клад без него. Истопник потребовал принести все монеты. Иначе грозил обо всем сообщить властям. Грузчик понял, что мечты от него уплывают, и спасти их он может только убийством. Он пообещал принести монеты. Вечером вернулся с ножом. Когда все было кончено, он забрал последнюю монету. Сыщики требовали описать таинственного Федора, понимая, что, скорее всего, имя ненастоящее. Грузчик мог назвать возраст. Около 60 лет. И вспомнил о шраме на лице. О мужчине со шрамом говорила в первый день следствия сумасшедшая дворничиха. Она же вспомнила о сыне купца Яновского, Михаиле. Сыщики уже не сомневались. Загадочного Федора звали Михаил Яновский. Только он мог знать, где спрятал монеты его отец. На преступника разослали ориентировку. Вскоре дежурный на железнодорожном вокзале Днепропетровск главный задержал мужчину с характерной приметой. Яновский сопротивления не оказал. В багаже у него нашли всего три золотые монеты. На вопрос, где остальное золото, Михаил отвечать отказался. На допросе он был предельно откровенен. Говорил, что вся его жизнь пошла наперекосяк. Он ведь не многого хотел. Спокойно торговать в лавке отца, где пахло постным маслом, халвой и свежим хлебом. Жениться хотел детей, а пришлось увидеть смерть близкого человека и публично отречься от него. О Кладе знал с детства, но решился забрать его, когда мечту нормально пожить откладывать было уже некуда. Михаил узнал о смерти истопника, когда по городу поползли слухи. Убивать его не собирался. Всему виной жадность грузчика. За совершенное убийство Владимира Чередниченко приговорили к 12 годам лишения свободы. Полностью отсидев свой срок, он вышел на свободу и даже устроился грузчиком в тот же овощной магазин. Михаил Яновский получил за присвоение находки смешной срок – один месяц лишения свободы. Но после освобождения спрятанные монеты, вероятно, найти уже не смог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok